Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Один другого имбовий делают Но неважно 260 пробития хватает При этом мы имеем 900 разового урона Да, не слишком много Да, у конкерера такая же перезарядка и урон почему-то полторы тысячи Но не суть Даже эти 900 урона огорчают противника Причем, ну я бы сказал не так уж это и плохо Стрельнули пять раз В бою были полезны Ну конечно, если пробили Тем более есть голда, если вдруг не пробили Но если честно, я играл на ББшках и особого дискомфорта Прям дикого ботферта не ощутил При этом, да, у нас не слишком много снарядов Бойкомплект не такой огромный, как хотелось бы Да, при этом сведение 3 секунды Но это, кстати, не так ужасно, как, допустим, на каком-нибудь ИС-3 При этом перезарядка все-таки 11 секунд Это на грани комфортного для разового урона в 900 Да и вполне себе Этот дед еще способен что-то показать И дать пинка какому-нибудь новому танку Получается это далеко не всегда, но все же При этом, актуальность машины не сильно упала Просто потому, что она довольно-таки шустрая При этом обладает какой-никакой броней А уж про броню башни, так я вообще молчу Если вы встанете и будете танковать от алба башни Вас пробить вообще почти что нереально Если не высадят этот маленький-маленький лючочек Или как это вообще там можно назвать Так что ИС-7 вполне актуален Он вполне себе хорош Но есть машины более интересные Если уж вы качаете его То думаю вы не сильно разочаруетесь Когда дойдете до него Имея определенный скилл Покатав на нем какое-то определенное количество боев Вы будете вполне себе неплохо нагибать Ну и конечно же Просто не подставляйтесь Эта машина все-таки не совсем про танкование Да у нас вообще сейчас из-за того, что голда за серебро покупается Особо не потанкуешь Но, как вы можете заметить В этом бою меня пока еще, собственно, ни разу не пробили По понятным причинам А еще вы можете заметить то, что союзники как-то быстро посливались Я аж опупел Смотрю, было много союзников Глянул, осталось мало Хотя и противников-то вроде было не так уж и много В общем, остаемся мы втроем против объекта 704-го Почти фуловой Фуловой КВС-4-122 При этом у объекта 701-го 3 хп Любым фугасом его можно снести У Е-50 ситуация не сильно лучше Ну а я за весь бой потанковал Почти 8000 урона уже успел нанести При этом не потерял ни капельки хп Да, конечно же, у нас объект падает Тот выстрела 704-го Но не так уж это и страшно Я тут стоял, ждал, выйдут они на меня или нет Думал, что все-таки выйдут А нет, мозги у них все-таки сработали Либо просто повезло дуракам Либо реально сработали правильно Но КВ-шка вырезала только уже позже Когда у нас Е-50 распрощался с жизнью Понятно чей, что КВ-шка пойдет в лоб А 704-й, понятное дело, пойдет обходить Это ПТ-шка, ей не хочется в лоб-в лоб со мной сталкиваться Ну а пока я понимаю то, что он долго довольно будет обходить Все-таки может он и маневренный, но не настолько Я разберу КВ-шку, которая для меня опасности никакой не представляет Даже если бы она была на голде Во-первых, она могла бы нас не пробить Просто за счет того, что она почему-то не выцеливает нижний бронелист Да и урон, который она могла бы нанести Думаю, не стал бы сильно прям критичным Вот поэтому мы ее разбираем вообще Ой, простите Вообще без каких-либо проблем Абсолютно без проблем мы ее разобрали Ничего сложного И остается 704-й объект Который я уже знаю откуда приедет Ну просто потому, что я довольно много уже играю в ГВТ И логика большинства игроков мне понятна Я бы, разумеется, конечно, поступил иначе Поехал бы туда, потом внезапно дал назад И когда я тут на КВшку выскакивал, он по меня неплохо подловил Но в любом случае Он выехал, я его здесь уже ждал И понятно, что лоб в лоб, когда я подъехал на ближнюю дистанцию А объект 704-й машина низкая и в крышу башни мне не навесит Он уже беспомощен против меня Вот так вот я его и уделал Собственно, при этом, ну, затащил, собственно, бой Хотя тут затащи особо не было Просто хороший гейм Мы его затащили, победили А ИС-7, как говорится, пусть и стар, но до сих пор удал Поэтому, если уж вы его и качаете То не расстраивайтесь, машина вполне себе хорошая Да, не всегда она мне нравится Но это не значит, что она плохая Мое мнение не всегда бывает объективным Ну что ж, всем спасибо за просмотр Ждите видео по Маусу Или идите его смотреть, если оно уже есть Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok